МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира «Беларусь-4» новинный, у студии працуе Светлана Князева. Добрый вечер. Глядите в этой выпуске. Новый взрыв лечения сегодня у туберкулезной клинической больницы после реконструкции Капрамонта открылись пульмонологические отделения. Проведение закупок, семинар по этой теме пройшел сегодня у Гомеля для подставников предприемствов. Славянские литературные дожинки сегодня у Гомеля распочался 15-й международный фестиваль. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Комфортные палаты, новый кабинет для спелеотерапии, ингаляторы, кропки, подача кислороду, сучасное медобстолевание. Сегодня у туберкулезной клинической больницы после реконструкции Капрамонта открылись пульмонологические отделения. Зараз тут усе продуглежено для якосного лечения пациентов и зручной работы персоналу. Марина Северьянова с подробностями. Татьяна Шебушева – заслуженный урач Республики Беларусь. У туб больницы працует 37 годов. Пришла сюда одразу после ВНУ. Кажет, что такой пригожости тут никогда не было. А зараз и новые кабинеты, и утульные палаты. Навод есть три люксовые с телевизором и микрохвалевкой. Закупили необходимое обстолевание. Побач с кожным ложком установили кислородные кропки. Одним словом, медикам працавать, а пациентам лечиться тут будет на шмат лягчей. Усяго пульмонология различена на 130 пациентов. Мы находимся с вами в кабинете спелеотерапии, где осуществляются солевые ингаляции для наших пациентов. Это один из методов терапии пациентов с хронической обструктивной болезнью, вообще с хроническими обструктивными заболеваниями, с хроническими бронхитами. То есть маленькая миниатюра, скажем так, спелеолечебницы, которые в Солигорске. Но поскольку не все могут туда попасть, это рассчитано больше для пациентов с бронхиальной астмой, то для наших пациентов мы устроили вот такую мини-лечебницу. Будовля, которая ведется побольше с пульмонологичным корпусом – кислородная станция. В ее будут находиться две пятитонны емистости, а так само резервовые баллоны с кислородом. Зробить все это примусила ситуация с распоусюдживанием коронавирусной инфекции. Пришлось изменить першеподшатковый проект и закласти будовництво станции у каштарысную документацию. Запуск запланованы на ближайшие месяцы. А пациенты у новой пульмонологии пошнут ляжить уже у кострышнику. Коллектив, конечно, очень доволен. Вы сейчас увидите эти лица и сможете посмотреть в их глаза. Первых пациентов, ну, поэтапно будет перевод всех отделений. Первоначально переедет приемное отделение вот на эти площади, диспансерное отделение, а потом поэтапно переведем все лечебные отделения, потому что нужна какая-то подготовка и, в общем-то, одномоментно это все непросто сделать. Поэтому, я думаю, что к октябрю месяцу мы уже переедем полностью всем составом. Оборудование полностью поступило? Да, оборудование поступило полностью, никаких проблем нет, все введено в эксплуатацию, все функционирует. Пульмонологичный корпус был побудованный 38 лет тому. За этот час тут рабили только бягучий косметичный ремонт. У 2014-м будинок закрыли на реконструкцию, в 2017-м за отсутствие финансования работы вымышены были припинить. Все лето по распоряджению старшиней Гомельского блоганка Магеннадия Соловья были выделены необходимые сроки на завершение реконструкции. Усягокаля 2 млн 200 тыс. рублевым. Закуплены видеостойка современная, бронхоскоп, гастроскоп, стерилизаторы, кардиографы, баки для проявки пленки, ну и другое оборудование, которое позволит уже сегодня в современных условиях оказывать не только работать медицинскому персоналу, но и оказывать помощь пульмонологическим пациентам, которые нуждаются в том числе и в кислородном обеспечении. В рамках пандемии, которая сегодня есть, система кислородного обеспечения, она играет одну из ключевых ролей. На чарзе – будовництво корпуса больницы худкой медицинской допомоги и оснащение его аппаратами КТ, МРТ, ангиографа. Так само в перспективе – узведение корпуса инфекционной больницы, який будет различен на 126 месяцев. Принеси Верьянов, Євген Макенко, Телерадо, компания Гомель. Не допустить непоправного. У апошния три годы колькасть суицидов у регионе сменшилась на чверть. Але статистика таких трагедий усе ровно вымирается сотнями. Частей за усе самогубством завершают свое життя мужчины – 85% от усей колькасти. Их середний взрос – 45-55 годов. И в большинстве – это беспрацовные, які злоуживали алкоголем. Сегодня у Гомельской областной психиатричной больницы прайшла пресс-конференция, пресвеченная Международному дню продухеления самогубствов. Амаль усе люди, які имели спробу суицида, але выжили, кажуть, што по-іншому стали глядеть на свои проблемы. Дякуючи специалистам, яны зразумели, што некие складанности не могуць каштовать життя. Каб не доводилась ашкадаваць і каяцца, лепш при перших трывожных симптомах і думках об суициді істі до психолога альбо психотерапевта. На улік не поставять, зато і трагедії можна пазбігши. Дарэча, варта усурйозу спрямаць і падлеткавае манипуляція, калі діти пагражаюць пазбаваць сябе життя, а дарослі не звертаюць на гэту уваги. Тут таксама лепш наведаць спеціаліста, і вогулі быць до своїх близкіх уважливыми і адносяцца з большим паразуменням. Практически 90% всіх людей, які покінчили життя самоубийством, перед цим вони говорили своїм близкім о том, що вони і хочуть уйти з житті, і їм це вже надаєло, їм невыносимо жити. К сожалению, близкі люди ігнорирують ці висказування, але і по итогу, к сожалению, люди умирають. А можна анонимно к вам прийти? Якщо люди бояться, що їх поставять на диспансерний учет? Можна прийти к психологу. Психолог, він вообще никакими учетами не займається. Психологи сейчас находяться во всіх поликлиниках города Гомель і во всіх центральних районних больницах області. Второй специалист, який може помочь, – це врач-психотерапевт. Врач-психотерапевт також не осуществляє никакого вида наблюдення. Единственный специалист, який може вас поставити на учет, – це врач-психіатр. Но, опять же, те психические расстройства, на фоне которых возникають суицидальні мысли, большинство із них не подлежит диспансерному учету. Поэтому здесь не обращаться – це дуже глупо. У Гомельской областной клинічной психіатричной больнице працює круглосуточный телефон «Даверу» – номер 315161. За минулый год на його взвернулися калі пяти тысяч чоловек. У Гомельской області сьоліта удвоя повялічили пасявные площи под Гречку – с трех до шасті тысяч гектаров. Отбілася гэта і на держзаказі па є нарыхтовцы. Тут лишби так само вырослі удвоя. Подадзіных Мінсель Гаспрада на сьогоднішній день гэта культура у регіоні, убраная більшим на полові площав. На складах знаходяться більш за 1100 тонн зерня. Гречку у Гомельской області вирощують каля сотні господарок. Філял Гомельський комбінат хлебопродуктора у открытого акціонерного товариства «Гомельхлебопродукт» – буйнейший нарыхтовший гречки в Україні. Сьоліта перші машини з зернім сюди почали прибывать рані, чим звичайно. Замість минулогодніх трьох тисяч треба відправити на склад 6 тисяч тонн гречки. В цьому году приемка Гречихи началась значительно раніше, во второй полові августа. На сьогоднішній день ми прийняли 1100 тонн, т.е. вся основна маса приемки буде впереди. В середньому приемка осуществляється где-то полтора-два місяця. Т.е. в цьому году надеємся, що в сентябрі-октєбрі все зерно буде поставлено нам на комбінат. Персонал участка «Крупозавод» до виконання нових задач готовий. Кажуть, змогуть перапрацювати і шмат більш. У міжсезонні подріхтовали до праців на прожену пару обсталявання. При необхідності готові перейти на дзюкзменний графік работы. Персонал у нас готов, обучен. Це у нас вже отработана схема. Завод може в круглосуточному режимі працювати. Сутки ми перерабатываем 160 тонн. На выході 110 тонн «Крупы» вже готові в продажу. Паралельно з держзаказом Гомельський комбінат хлібопродуктов перапрацюває гречкою для нарахтовчих організацій з інших регіонів України. Максим Савін, Ігор Маришин, котель, радіокомпанія «Гомель». Гомельський обласний союз наймальників і Гомельський філял Национального центра маркетингу і кон'юнктуры ринку організували семінар для представників підприємствів. Мета – проаналізувати основні помилки заказчиків і поставщиків при проведенні закупок. Відома процедура закупки матеріалів необхідна для забезпечення роботи організацій. Важно зробити цей процес як може більш ефіктивним. Задача семінара – обмерковати, що при закупках робить нельга. Самі распространённі шибки – це, конечно, суження кон'юнктуры ринка. Тобто, коли предприємці некорректно проводять цей аналіз, це так називаємоя боротьба з недобросовістним посрідничеством, це ігноріровання інтересів отечественних производітельних. Куратори семінара означають – час не стоїть на місці. Нормативна база по закупках, по трабу і змін з улікам сьогоднішніх реалі. Гэта яшчы одна важна тема для обмерковання. Тем более, я хочу сказати, що буквально на пару недель назад в Министерстві антимонопольного регулювання торговли проходило совещання по внесению изменений в 229-е постановлення, которое ми сьогодні обсуждаємо. Поэтому, можливо, с учетом того, що сьогодні состоїться обсуждення, ми дадим ще ряд дополнительних предложень на цю тему. Сьогодні на Гомельщині розпочався 15-й міжнародний фестиваль славянської литературной дожинки. І 4-й міжнародний форум молодых литераторів і аматорів мастацькій творчості «Слован». Перший день свята пройшов у Гомеле. Завтра його удзельники накеруються у Житковицкий район на родзіму славутого палецкага святника Кирилы Туровськага. З удзельниками фесту сустріліся наші корреспонденты. Организатор свята – Гомельське обласне об'єднання Союза письменників Беларусі. Не глядячи на односную молодость організації, яна була створена у 2005-м годі, спад пера письменників гомельчан вийшло уже звыше 550 книг. Причім шмат які твори були не тільки признані громадськостю, але і отримали високую адзнаку як у Беларусі, так і за її міжами. В умовах, коли при наявності гроші можна без проблем надруковать любий рукопис, у обласної організації письменників якості твору надається особливая увага. Письменник, по-перше, бути повинен професіональний, а гэта дається непросто. Талент – це серйозна праця, і гэта взаємозв'язана. Без таленту і напруженій працю над словом «напруженій працю» не відбудзіться ніякая книга, яна не закрання серця, ні чітача, і, по сутності, яна застанецца паза бортом літературы. За час існовання Гомельськае обласное об'єднання Союза письменників Беларусі правяло 95 літературных конкурсів. У рамках падрыхтовки доселітніх літературных дажінок на Гомельщині правяли творчий конкурс, на який було дослана більш як 2300 работ, які членам журы необхідно було не тільки прачитати, але і об'єктивно оцініть. Пад час майстер-класу для фіналістів форуму молодых літературів іде падрабязний розбор твору. Убачить незвычайне у звычайным гэта отримлівається далека не у кожного. Научыць стать поэтам немагчыма, немагчыма. Рифмоваць научыць можна, але зарифмаваны текст і поэзія – гэта розныя речі. Вершапіцців шмат, а поэтов малават. Творчая сустрэча пісьменніка у Беларусі, Расії і Україны з выкладчиками і студентами Гомельського державного університета ім'я Франциска Скарыны яще одно мероприємство, якое проходзіць у рамках 15-го міжнародного фістывалю «Славянські літературные дажынкі». Размова об будушціні славянській літературі і нечаканая пропанова об увековечванні у Гомелі пам'ятці знакамітага беларускага пісьменніка Янкі Маура і його сына Федора Федорова, засновальніка школи беларускай фізіки. У своїм роді агульний пам'нік фізікам і лірікам. Ідея в тому, щоб, помнили, відкрити пам'ятний знак, а лучше ще бюст, чи пам'ятник перед корпусом фізичним, цьому гадаючому все ученому. Учитывая, що ісполняється також 50 років з дня смерти його отця, детського писателя Янкі Маура, там, де располагається кафедра беларускай літературі, поставити пам'ятник і його отцю. Сирот удільника у сіолетних літературних дажинок – письменник із России і України. З уліком епідемічній ситуації організоваць зустрічу з уделом простовніків інших країн було непросто, але урешті усе отрималося. Причім теж росіяни приїхали не тільки, каб розказаць об своїх творчих досягненнях і поділіться напрацовками, але і підписаць нові догавори об супрацовністі. Ми реалізували дуже багато проєкти. І, саме головне, вираз інтерес к беларускій літературі, к беларускім авторам у нас в регіоні. Ну і надіюся, що в Беларусі теж известні якісь імена. І наші совмєстно іздані зборніки, вони реалізуються і в Гомелі, і в Краснодарському краї. У якості оцінки зробленого – урученні пісьменникам і паэтам узнагарод. Пам'ятные медалі ім'я манефи Гомельська від Гомельської епархії і ім'я Кирилы Туровського від Союзу пісьменників Беларусі. І, бадай, самая головна премія, затвердженая у 2013-м ході гомельським облавоканкамам. І она так само носить ім'я Кирилы Туровського. За минулий час її отримали вже більш як 40 літературів. Поважаю, навдельники фестивалю, со святом счастья, здоров'я, мира, добра, нових творчих поспіхів. Ведайте, що на цій землі вас завсюди чекають ваші сябри. Олексін Цуров, Александр Лупіненко, Ігор Марышенко, телерадою компанія «Гомель». Обласне свято працівників в'язки «Дожинки-2020» пройдет 26 вересня у Мазыры. Як означають організатори, жахари нашої в області привыкли до пазніших термінов гетага агрофестивалю. Звичайно, свята проводілася наприканці в осіні. У гетім жагодзі вирішили змініть традиції. Плюсы організатори бачать у неблагіх шансах, а значить урочистость у параунальна тепле надвор'я. Гомельський молодежний театр завтра відкриє новий сезон недавній прем'єры «Дядя Ваня» по водлі п'єсы Антона Чехова. Не глядячи на усі об'єктивні тяжкості, у гетім сезоні ми традиційно плануєм випуск прем'єр. При гетім не будзім забываць про знакові постановки минулых годів. А крімя уласних спектакляв, пазнайомім глядачоу з творчастю театру з інших городів Білорусі і Замежа, а значили у молодежным театры. У совізі з проведенням технічних робот на антенномачтовых збудаваннях, на гетім і наступным театні у городі Гоміле і надлеглості до 40 кілометрів от обласного центра будзі припиніна ефірна раду і Вяшані. Размова іде про перей часу 11 і 14 вересня з 9.15 до 18.30. У випадку завершення робот раней позначеного терміну, дзейнаць перадатчиків будзі адновліна. Геті і інші новини, інформацію проєктах телераду і компанії Гоміле ви можете знайсти на нашому сайті, у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by На гетім випуск завершено. Усяго вам доброго і до зустрічі у ефірі. Де-факто на телеканалі Білорусь 4 в студії Александр Гамоля. Здравствуйте. В речіце в ДТП погиб 23-летній мотоциклист-безправник. На мотоцикле Сузуки он двигался по Светлогорскому шоссе в направлении улицы Чапаева. При совершении обгона он выехал навстречку. Не справился с управлением, упал, начал скользить по проезжей части и ударился головой о заднюю часть автомобиля Рено, который двигался во встречном направлении. От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Госавтоинспекция напоминает, если водитель скутера, мопеда или мотоцикла управляет транспортным средством, не получив водительского удостоверения соответствующей категории, то такой водитель является бесправным и будет привлекаться к административной ответственности за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления. Такие действия влекут наложение штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года штраф составит в размере от 20 до 50 базовых величин или административный арест. В Добружском районе в результате взрыва кислорода пострадал 62-летний мужчина. Он производил заправку кислородных баллонов на заправочной станции в поселке Рассвет. Произошел обрыв заправочного штуцера от вентиля баллона, что привело к газовоздушной вспышке без горения. Мужчина был госпитализирован с диагнозом термические ожоги тела. Следственный комитет проводит проверку. В Житковическом районе спустя двое суток нашли 97-летнюю женщину. 7 сентября она ушла в лес за грибами и потерялась. Ее нашли на окраине деревни Полостивище в 800 метрах от места жительства. Сейчас пенсионерка госпитализирована. В Лельчицах сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в двухметровый погреб. Хозяйка дома сообщила о случившемся на горячую линию. Женщина рассказала, что через открытую калитку в ее дом вбежала соседская собака и упала в открытый погреб. Хозяйка дома услышала звуки падения и лай. Войдя в дом, она обнаружила животное, которое лежало в погребе. Дома женщина находилась одна и по состоянию здоровья не смогла оказать помощь собаке. Работники МЧС извлекли животное из погреба. Аварийное отключение линии электропередачи произошло в Хойникском районе. Без электроснабжения остались 10 населенных пунктов и более 1300 домов в райцентре. Через полчаса после ЧП из-за перегрузки резервной линии была отключена станция второго подъема. В результате в Хойниках отсутствовала холодная вода. Через 3,5 часа электроснабжение было полностью восстановлено. Причина отключения – падение дерева на линию электропередачи с обрывом гроза троса. Гомельская пограничная группа информирует на стрельбище Борщевка. В войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на период с 14 по 18, с 21 по 25 и с 28 по 30 сентября. Время с 10 до 18 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь-4. Беларусь-4 Берегите себя и потерпела поражением 12-44. Лучшими в составе «Рысей» стали Котина с Трюковой и Охраменком. На их счету 13-8,7 мячей соответственно. В составе сборной самыми результативными стали Вечерская, Римова, Жданович и Филипчик. У них по два заброшенных мяча. Наше сборное 2004 год я ожидал немножко большего опыта игроков. Было видно, да, я думаю, да будет нормально, хорошая игра, но потом много потерь в младошной сборной. И поэтому еще раз говорю, немножко удивлен, что так плохо, что играет. И поэтому, что касается моей команды, доволен, настроен. Даже младая получила шанс, поэтому все хорошо. Чемпионат Беларуси по волейболу в элите у женщин и мужчин будет доигран. Финалы четырех пройдут на Чижовка-арене. 15 сентября полуфиналы. Гомельская энергия сыграет с Солигорским шахтером. Мозорская жемчужина Полесье с Могилевским коммунальником. Финалы и матчи за бронзу пройдут 16 сентября. Между тем, Федерация опубликовала календари чемпионатов сезона 2020-2021. В высшей лиге у мужчин выступят 9 команд. Среди них Гомельская энергия. Первый соперник энергетика в столичный маппит. Старт 22 или 23 сентября в Гомеле. В первой лиге сразу три представителя нашего областного центра. Это Бумпром, Сдюшор Энергии, Газпром, Гомель. Тут первые матчи пройдут 25 и 26 сентября. В элите женского чемпионата страны выступит жемчужина Полесье. Стартовый поединок мазырянки проведут в первых числах октября. В дивизионе Б два представителя нашей области. Это дубль жемчужины и Гомельская надежда. Матчи первого тура пройдут 16 и 17 октября. В Гомеле сегодня стартовало первенство Беларуси по вольной борьбе. Состязаются юноши и девушки в возрасте 20 лет и моложе. Первыми на ковры вышли парни. Сегодня предварительные поединки, завтра в финалы. В списке участников чуть более сотни борцов. Как говорят организаторы в этой возрастной категории, берут уже не количеством, а качеством. За награды борются сильнейшие спортсмены страны. Накануне только медали. В международном календаре на ноябрь запланировано первенство мира. Эти соревнования – отборный мировой форум. Борцы в хорошей форме. Соревновательная пауза, вызванная пандемией, прошла с пользой. В общем-то видно, что это время, которое было в карантине, не потеряно. Тренировались, все готовы, в общем-то. Ну и лидеры, в общем-то, себя проявляют. Девушки разыграют награды первенства Беларуси в субботу, 12 сентября. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4.